Губернатором Кубани Александром Ткачевым была поставлена задача к 2016 году обеспечить местами в детских садах всех нуждающихся детей. План, поставленный главой края, в нашем районе постепенно выполняется. Так, на этой неделе сразу в трех детских садах произошли радостные события. Открылись дополнительные группы для малышей. Тему продолжат Тина Копачевская и Александр Косицын. Наш район уверенно берет курс на увеличение количества мест в детских садах. Доказательство этому – открытие дополнительных групп в дошкольных учреждениях. За два дня в Славянском районе открыли пять новых групп для малышей. На этой неделе появилась новая группа на 15 мест в 36-м садике хутора Верхней Черноярковского сельского поселения. Теперь там не просто нет очереди, даже запас имеется, шутят жители хутора. Для детсадовцев и их родителей в этот день был организован настоящий праздник. Стихи и песни пели малыши из подготовительной группы. Дядя, тётя, вам спасибо. Мы сегодня говорим мою группу «Солнышко». Очень-очень все хотим. Всех собравшихся поприветствовал председатель Совета депутатов Славянского района Григорий Литовко. Дорогие наши детки, конечно же, это праздник прежде всего для вас. Я хотел бы выполнить приятную миссию. Хотел бы поприветствовать вас сегодня от имени главы муниципального образования Славянского района Романа Ивановича Синяковского. Но и хочу сказать, что сегодня на Кубани есть такой прекрасный проект губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачёва. Суть проекта в том, что 1 января 2016 года мы обязаны сегодня, и поставлена такая задача губернаторам, обеспечить наших детей местами в детских садах. И вот сегодня приятно присутствовать у вас на хуторе Верхнем. Даже в отдалённых хуторах эта программа работает. На капремонт и оснащение новой группы было потрачено около трёх миллионов рублей. Этого события работники детского сада, дети и родители ждали с нетерпением. Эту группу мы называем «Солнышком». Так как мы её долго ждали, поэтому она у нас будет свести. Дети, ведь это наше будущее. Мы хотим, чтобы у них было радостное детство, беззаботное, чтобы они получали воспитание, обучение, чтобы они играли, развивались. Мы надеемся, что в нашем детском саду всё это получится, мы будем дальше развиваться, попадать также, может, в какие-то программы. Мы очень рады, что мы открылись. Конечно, хочется сказать слова благодарности губернатору края, нашему главе муниципального образования Романовичу Сенеговскому, управлению образованием. И пожелать, конечно, всем здоровья, счастья, благополучия, успехов. Вслед за детьми из детского сада в хуторе Верхнем новоселье отметили малыши детского сада номер 47 хутора Прикубанского. В капитально отремонтированном здании бывшей амбулатории открылась ещё одна новая группа. Она оборудована всем необходимым – новыми игрушками, мебелью. На ремонт группы и оснащение из краевого и районного бюджетов было выделено 3,5 миллиона рублей. Районная администрация постаралась делать всё, чтобы детям здесь нравилось, чтобы они получали качественное дошкольное образование, были здоровы и счастливы. Творческий подарок для родителей и детей подготовили воспитанники детского сада номер 47. Юные казаки и казачки порадовали зрителей песнями и стихами. Ещё один уютный и светлый дом для 40 малышей открылся в станице Анастасиевской. Капитально отремонтированное здание бывшей вечерней школы было переоборудовано в филиал детского сада номер 49. И такой получился светлый, хороший корпус для двух новых групп. Сегодня сюда могут прийти ещё 40 ребятишек. Сегодня родители могут пойти на работу, а детки будут получать здесь и знания, воспитывать их будут добру, любви. Ну и всего, что можно познать в этом возрасте, они всё доброе здесь, конечно, узнают. Капитальный ремонт обошёлся в 13,6 миллионов рублей. 640 тысяч было затрачено на оборудование и средства краевого и районного бюджетов. После того, как в торжественной обстановке перерезали символическую ленту, малыши сразу же начали играть и общаться со сверстниками. Тут игрушки, потому что тут красиво. И тоже тут светлое здание. И потому что тут очень-очень-очень хорошо. Благодаря открытию дополнительных групп и строительству новых садов очередь сокращается. А это значит, задача губернатора Кубани Александра Ткачёва постепенно выполняется. На этот год в планах введение дополнительных групп в шести детских садах. В Снаинске-на-Кубани, хуторе Верхнем, станице Анастасиевской. В двух детских садах будет сделана реконструкция и появятся пристройки для новых групп. Тина Копачевская, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События».